Сегодня, как обычно, в понедельник, мы встречаемся с Сергеем Лещенко, советником главы Офиса Президента. Сергей, привет! Привет! Хочется поговорить о многом, конечно, но времени у нас мало, поэтому сконцентрируемся на ключевых моментах. Значит, это один из главных тезисов, которые мы вылавливаем в вражеской пропаганде Российской Федерации, то, что кассетные бомбы или кластерные снаряды, боеприпасы, это значит что-то такое, что выдал Байден Украине, и это чуть ли не повлияет на гражданских людей, мирное население, мы их будем обстреливать, уничтожать и так далее. Но это указывает на страх России перед этим видом оружия, поскольку она точно, Россия знает, насколько кассетный боеприпас более эффективен, поскольку они его используют, начиная с первого дня войны. И я лично был свидетелем, как они, например, этими боеприпасами атаковали небольшой городок Николаевка возле славянской. Как это выглядит? Что это такое? Происходит взрыв в воздухе. Взрыв в воздухе, и они падают маленькими. Ну, не маленькими, но поражающие элементы, они поражают большую территорию. То есть русские это используют? Постоянно, конечно. Постоянно. Потому что сейчас... Мы были в жилых домах на Салтовке в Харькове, нам местные жители показывали, как кассетные припасы прилетали прямо к ним в квартиры, понимаете? Эти, например, грады с кассетными боеприпасами. Поэтому это... Не сказать постопорожнее болтовня, нет. Это не просто так сказано. Это попытка свой страх как-то закамуфлировать и попытаться этот процесс остановить. Но им это не удастся, потому что решение принято, а кассетные боеприпасы будут поставлены уклинив. Но их степень, я бы так сказал, ошибочного поражения гражданских целей будет намного ниже, чем у тех боеприпасов советского производства, которые используют Россия против Украины. То есть риск для гражданского населения от наших кассетных боеприпасов будет в десятки раз ниже. Некоторые пишут, я читал Wall Street Journal, не знаю, любимое мое издание по каким-то причинам. Ну ладно, неважно. Потому что, наверное, они немножко за Трампа были. Ну нет, я не за Трампа, не надо меня смешивать с этой риторикой. В общем, у них хороший раздел «Мир» и «Опинион». Очень хорошие срезы они дают. Но неважно. Значит, вот в «Опинион» в этом один из генералов в отставке уже пишет. А почему, значит, мы открыто говорим о том, что США поставляет тот вид вооружений, тот? Почему нельзя это делать секретно? Для меня тоже загадка, кстати говоря. Я удивляюсь, по-моему, со стороны Украины. Там такая прозрачность. В России можно просто складывать графики, составлять сколько, когда боеприпасов поедет, чуть ли не логистические цепочки публично обсуждаются и прокладываются маршруты. Это хорошо, но до поры до времени, потому что это ставит под угрозу не просто военных, но и гражданских, которые находятся возле военных объектов, когда эти поставки осуществляются. И в том числе железнодорожников, кстати. Многие рискуют жизнью из-за того, что такая прозрачность, она присутствует в этом медиапространстве. Когда речь идет о поставках вооружений, тишина не будет лишней. А что касается прозрачности отношений Украины к Китаю, например? Мы знаем много критики со стороны Америки на сегодняшний день, со стороны Китая. Мы знаем, что наш новый посол в Китае есть. Мы знаем о том, что он получил агриман. Как должна Украина сегодня чувствовать себя между двумя большими империями? США и Китай. Вот здесь Украина по центру находится. Я не скажу, что мы находимся между ними. Может, только географически. Географически, конечно. Китай занял нейтральную позицию, нужно признать. Есть частные случаи поставок вооружений России, но это исключение из правил. И они происходят, так скажем, не особо в больших масштабах. Сам по себе Китай все еще ищет место в разрешении этого военного конфликта. Потому что оно явно не соответствует масштабу происходящего. И Китай предложил свой план, который на самом-то деле не так и плохо, если идти по последовательному исполнению. Потому что первый пункт это уважение границ признанных ООН. И тогда это значит, что российские оккупанты должны уйти с украинской земли, а дальше уже все остальное обсуждать. Но этот план каждый предпочитает читать со своей страницы. Не с первой страницы, а с восьмой. И, соответственно, этот план обречен на провал, если он не будет читаться последовательно. Одна страница за другой. Поэтому, да, Китай, он более такой отстраненный. Тогда как Америка наш союзник. Поэтому я бы не сказал, что мы между двумя находимся. Мы находимся в части западного цивилизации, демократического мира, на форпосте, на рубеже этого мира. Охраняем цивилизованный мир от новообразования под названием расшизм. И это новообразование пытается сломить мировой порядок и свои метастазы запустить на те территории, которые давно уже стали независимыми. Против фашизма боролась международная коалиция. Точно так же и против фашизма боролась международная коалиция. Но при этом, я читаю, Вашингтон пост. Киев получил менее 15% от количества техники для разминирования инженерной техники, включая установки М-58 Mind Clear Line Charge. Почему такие замедленные поставки, как вы думаете? Вернее, ты, мы на ты, да? Да, мы на ты. И, во-первых, не все зависит от США. Есть поставки, которые оказывают осуществлять европейские партнеры. И не всегда они живут в той же динамике и на той же скорости, в которой живут украинцы. И сейчас это еще более очевидно, что украинцы способны решать в три раза больше задачи за тот же промежуток времени, чем наши партнеры. Особенно, если страны южные европейские, то там еще медленнее процесс принятия решений, и их воплощение в жизнь идет. Скандинавы там более мобильные, да, более быстрые. Многие наши сограждане, которых война заставила уехать из Украины, столкнулись с бюрократией, которая уже для Украины забыта. Это электронные цифровые подписи, документы оборотов, банковские счета. Жалоб столько приходит. Люди вспомнили, что существуют факсы, нужно какие-то получать бумажки, из телефонов вылазят они. У нас это уже стало прошлое. Поэтому Украина живет на другой скорости. И поэтому то, что наши поставки приходят позже, это указывает, что не все страны включились в поддержку Украины, так как нам этого хотелось бы. Но работает же Андрей Борисович Ермак в этом направлении. Нет, работает все, и Офис Президента, и Президент, и коалиция, работает и профильные министерства для того, чтобы получать вовремя эту военную помощь. Но потом, чтобы не было, знаете, мы удивляемся, почему тогда Уоллес говорит, что мы мало там благодарим. Почему? Потому что мы благодарим, но мы говорим, а можно быстрее? Потому что для вас это вопрос обеденного перерыва, а для нас это вопрос ста жизни наших военных, которые из-за вашего обеденного перерыва могут погибнуть в этот обеденный перерыв, потому что вовремя не приехала техника по разминированию, или боеприпасы, или не была поставлена новая артиллерийская установка, и цена вопроса для нас и для вас совершенно разная. Они говорят, а вы тогда к нам относитесь без должного уважения. Ну, как будто по Амазону. Но Олис объясняет это все-таки в Твитте, на украинском языке. Вернемся к Олису, но вот это показательная ситуация, почему иногда наша благодарность, она сопровождается призывом к большей скорости, а они это воспринимают чуть ли не покушение на их законный ланч, понимаете, во время которого они могут провести за бокалом вина не два часа, а всего полтора обеденного перерыва. Ну, вот, кстати, Олис в интервью The Times, где объяснял эту всю, значит, свою архитектуру, сказал, если Путин проиграет в Украине, он будет глубоко ранен, он так объясняет. У него все еще есть военно-воздушные силы и флот, и мы видим, что его флот совершает довольно агрессивный маневр. Путин еще не закончил с нами, у него есть возможность эскалировать ближайшие 3-4 года. Вот такую оценку Олис дал. Но вы должны ведь понимать, что... Кстати, нашим зрителям, извините, надо объяснить, что Олис это министр обороны Великобритании, Бен Уоллис, который уходит в отставку до следующих выборов в парламент, которые будут сходить в следующем году. Вернен, да, высокая вероятность. Ну так вот, Путин эскалировать в ближайшие 3-4 года. Потому что в интернете легко репостить мемы о том, что российская армия тачмобики и враг, по сути, разбит. На фронте ситуация совсем другая. Мы имеем дело и противостоим реально одной из самых сильных армий в мире. И она сильна, может быть, не всегда наукой или разработками, но массой, своей численностью и количеством артиллерийских снарядов или бронированной техники у них никогда с этим не было проблем. Поэтому они действительно, это враг, разбить которого была бы честь, делом чести и огромным достижением для любой армии НАТО. А Украина справляется с Россией без членства в НАТО. И поэтому врага в данном случае его вес и влияние примешать не стоит, хотя, может быть, и хотелось бы с них потешаться. Но это совсем не тот враг, который даст им поблажку. Да, вот у нас как-то есть много мемов, смешное. Ну, зачастую, да, это характерно тем, для которых война ограничивается новостями в телеграм-канале. В телеграм-канале. Вот, а не реальным пониманием того, чтобы... Но ты ездишь на фронт. Я езжу в прифронтовые регионы. Да, вот опять ты меня поправляешь. Я могу быть, например, в одном километре от нуля, но это все равно это еще не фронт. Это же жизнь, рулетка там. Жизнь там очень сложная. И многие населенные пункты превращаются в Припять. То есть там уже разрушенных домов больше, чем целых. И людей нет. Ну, военные живут часто в домах гражданских, а гражданские выехали или гражданские остаются, но их психика нарушена. На самом деле жить в таких условиях очень сложно. Особенно для меня было шоком попасть в Угледар. В Угледар. Надо зрителям объяснить, с какой стороны находится Угледар, возле какого крупного города. Возле Марьинки. То есть это прямо недалеко от города Донецка. Да, но на самом деле Угледар... Сюда, ближе на юг. Угледар это меньше километра. До Павловки. Это такое маленькое село, которое оккупировано Россией, с которой ведется обстрел Угледар. И Угледар был превращен в руины систематически, а потом окончательно его разрушили при помощи авиабомб. Слушай, а цель твоих туда поездила? Нет, мы там поддерживаем одну из бригад, которая там дислоцировалась, и мы поддерживаем с ними постоянную связь. И для нас вот это иногда даже увидеть собственными глазами большее впечатление, чем переслышать рассказы. Так вот, города нету, в городе нет ни мобильной связи, ни водопровода функционирующего, ни электроэнергии, ни отопления. В город прилетают авиабомбы ФАП-500, и разрушают 9-этажные дома. Угледар это город 9-этажек, 5-этажек. Да, да, я помню. Шахтерский город, где нет участного сектора. Это мы через него проезжали на Мариуполь, в объезд Донецка. Просто в домах вынесены секции с 9-го 1-го этажа. Там продолжало жить полтысячи гражданских, вопреки всему, которых даже не было объяснения, почему они тут продолжают жить. Потому что если есть города, где, например, Селидово, условно, достаточно нормально. Есть и супермаркеты, и Новая Почта, все функционируют. А Курахово? Что сейчас там в Курахово? Курахово, ну это город прифронтовой, но точно не ноль. То есть там есть интересная история, военные рассказывают про Курахово, в городе и много военных наших, а военные зачастую, они же приехали из разных регионов Украины, ну и, соответственно, некоторые любили элементы былой жизни как-то хотя бы сохранить в Курахово. И в городе есть суши-мастер, который принимает заказы за несколько дней наперед. Так, и они берут суши и идут смотреть на прекрасные виды в районах. Они просто хотят хотя бы какой-то оставить себе элемент старой жизни, поскольку суши-ресторана нет в Курахово, но есть на дому мастер, который готова сделать, ну, количество запросов такое велико, что нужно становиться в очередь на несколько дней вперед, потому что военных много, кто-то хочет оставить себе этот элемент старой жизни, и она как-то более-менее справляется с этим. Но еще очень интересно, что наличие военных, на самом деле, в этих городах, оно приводит к росту цен, потому что военные получают 100 тысяч. Это вот скорее к Покровску ближе туда, да, наверное? Курахово. Нет-нет, и где рост цен? Там, в Покровске, к тылу? Во многих городах Донецкой области, которые не превращены еще в Углидар или в Марьинку, но где еще существует как бы и общественное питание, и супермаркеты, и базары, и почта, все это работает. Многие местные страдают от того, что цены-то растут для всех, условно говоря, а растут они, потому что есть потребительский спрос у людей, у которых есть на руках достаточно много денег. Поэтому цены растут, потому что, ну почему бы не заработать больше, а местные от этого страдают. Это такие незаметные элементы войны, но они есть. Или еще одна шутка среди военных, это то, что если бы Apple Store открыл магазин в Славянске, Краматорске или Покровске, все были бы счастливы, потому что, опять же, у военных есть деньги, эти деньги многие тратят на гаджеты. Такие бытовые подробности. Зарядки. Я не говорю, что там они прям 15-й айфон ищут, но там зарядку, аккумуляторы, ну я это имею в виду, наушники. Не, ну российская наша аудитория, надо объяснить, потому что Apple ушел из России, может быть, кто-то думает, что 15-й айфон. Ну скоро появится, 14-й, 14-й. Да, то есть военные ищут постоянно вспомогательную технику, гаджет, своим гаджетам, и, конечно же, там спрос на это очень высок, и вот такой маленький пустор, но не помешал. Понятно, вот насчет страдания. Ну это нужно, нужно понимать, что это нюансы, конечно же, общий фон очень сложный, потому что эти города живут в условиях обстрелов. Тот же самый Краматорск длительное время жил вообще под угрозой тотального отключения воды и отопления. И в прошлом году, например, мы встречались с мэром Краматорска, он говорил, что мы должны эвакуировать город, потому что если мы не деоккупируем изюм, то мы проведем зиму без газа, без отопления, соответственно, воду придется спускать из системы, и город превратится в призрак. Но вооруженные силы Украины освободили изюм, и соответственно, ситуация была спасена. Поэтому, извините за такие нюансы про суши и про айфоны, но это ошибки, это не мои, не мои придуманы то, что сами военные нам рассказывают. Это, так сказать, быт войны, быт войны. Точно так же, как, например, постоянно есть потребность в запчастях для автомобилей гражданских, потому что пикапы и джипы, которые пользуются военные, это обычные машины, которые так же часто ломаются, как и, особенно старые, да, и запчасти, они всегда есть, соответственно, маленькая какая-то там СТО с постоянным доступом к огромным количествам запчастей была бы очень уместна. Ну вот, это нашим гражданам, да, у нас есть инсайты, которые, может быть, куда направить активность. Да, предпринимательскую активность, да. Ну вот насчет страдания тоже, все-таки хотелось бы поговорить о страданиях не наших, а о страданиях россиян. Одно из них касается то, что, значит, богатые россияне, у которых были деньги в Европе и в странах Большой Семерки, лишаются этих ресурсов и собираются сверхбогатые россияне. Таймс пишет, что они собираются обращаться в суды, чтобы добиться отмены британских санкций в отношении себя. Если это происходит, значит ли это, что это предательство Большой Семерки? Ну, во-первых, все-таки решение суда это... Британские суды, уж объясни, почему это... Решение суда это то, что не подлежит обсуждению в Европе, поскольку доверие к судебной системе огромное. И если они эти суды выиграют, в чем я сомневаюсь, если они выиграют, то говорить, что это какое-то предательство неуместно. Это независимый судебный орган, который может принять любую сторону. Извини, но я должен объяснить, что кто подал? Пять новых исков. Значит, Евгений Швидлер, в состоянии 1,1 миллиарда фунтов серлингов. Дальше работал с Абрамовичем. Никита Мазеппин, Гончиков-1. Это аммиачный король России. И его отец Дмитрий. Вот они, значит, подали иски. Ну а что им еще делать? Пусть подают. Я думаю, что вокруг этого уже выросла целая плеяда британских высокоплаченных юристов, которые обслуживают этих новых русских, желающих разморозить свои активы. То есть, в принципе, это инвестиции в британскую экономику, можно так сказать. Они таким образом кормят не одну британскую семью. Результаты этих рассмотрений, опять же, дело неблагодарное предсказывать. Но то, что, например, была попытка Абрамовича добиться, чтобы деньги от продажи Челси пошли не только на нужды украинцев, но и на нужды россиян. И он этот суд проиграл. Для нас это повод для оптимизма. Думая, что у этих упомянутых лиц тоже не все далеко так будет позитивно в судах. Ну и ничего, пусть тратят деньги. Это в том числе, скажем, наказание не всегда состоит в том, что кого-то в тюрьму сажают, но в том, что люди, центр своих жизненных интересов переносят с роскошной жизни, например, на содержание юристов, на поиск схем, как снять арест со счетов, как расплачиваться кэшем вместо подписывания ежедневно банковских чеков. То есть наказание в том числе и состоит в том, что они живут теперь по-другому. Это должно, по идее, их заставлять давить уже на знакомых российских политиков или экспертов. Ну а сработает это? Сработает ли это? Сложно сказать. Многие считают, что это не сработает настолько, насколько должно было бы, потому что Путину плевать на олигархов, поскольку он как диктатор уже вырос на тот уровень, когда он оперирует напрямую к этому глубинному русскому народу, которому, в принципе, еще погибнет сто тысяч россиян, все равно пропаганда объяснит. А глубинный народ не оценивает? Это же матери, они стоят возле гробов. Когда 150 миллионов, то 100 тысяч – это капля в море. Поэтому пока еще это не переросло количество в качество. То есть еще мало погибло россиян, чтобы они поняли масштабы катастроф, в которые втянул их диктатор. Поэтому эти санкции, они не всегда эффективны так, как нам бы хотелось, но без них было бы тяжело объяснить, почему позволяют россиянам и деньгам, накопленным на связи с российской политикой, позволять вот такой роскошный образ жизни, как они вели раньше, этим новым русским. У нас с тобой есть общий знакомый, Михаил Ткач. Он регулярно ездит и показывает, как эти русские, значит, живут в Европе. И некоторые из них пытаются забыть, что они русские. Переодеться. Переодеться. Загримироваться. А теперь парик, как у Привожина, в доме был. Да, но они пытаются, по крайней мере, раньше, даже пытались, например, когда мне рассказывали не в Европе, а в Грузии, эти беженцы, они пытались говорить на английском и делать, что они не русские. Оказалось, что режим в Грузии достаточно лоялен к ним, и очень быстро они перешли на русский, и сейчас происходит такая незаметная русификация Грузии. И это еще приведет к последствиям, на самом деле, для их общества, для их экономики. Они пока кайфуют, потому что эти русские привезли с собой деньги, и в Грузии наблюдается экономический рост. Но цена этого роста будет очень ядовитая. Они со временем придут. Я видел это своими глазами. Придет осознание. Ну что ж, спасибо сегодня за очередное интервью в рамках нашей серии, интервью с тобой и анализ из-за текущих событий. Сергей Лещенко, советник главы Офиса президента, был сегодня со мной здесь, с Алексеем Мацукой. И в рамках этого цикла мы каждый понедельник встречаемся с Сергеем обсуждать главные вопросы, которые есть на повестке дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова